К другим темам. Более ста пострадавших в Москве, Петербурге и Твери. МВД совместно с Росгвардией сдержала группу мошенников, которая наживалась на пенсионерах. Под предлогом капремонта они обещали заменить в квартирах трубы, завышая цены в разы. Собирали деньги и просто исчезали. Почему в банду входило 60 человек и как им удавалось так обрабатывать своих жертв? В репортаже Евгения Давыдова. Скажите, я красивый? Вы не красивый, а красавчик. Своих жертв они цинично снимают на камеру. Одиноким пожилым людям лжи сантехники рассказывают о грядущем капремонте и убеждают в необходимости замена труб. Всю коммуникацию холодного, горячего водоснабжения. Оперативники появляются в офисе неожиданно, в собственной безнаказанности. Кажется, никто из сотрудников фирмы не сомневался. Мы говорим, что цена за эти работы 70 тысяч предоставлено в году. И говорим, что для вас будет цена 49-900. В офисе склад сантехнических материалов. Это канализационная ПВХ труба. Стоимость за метр от 60 рублей в зависимости от диаметра. Плюс комплектующие. Вот, например, тройник за 60 рублей. Оптом еще дешевле. Мошенники устраивали поквартирные обходы. Показывали, что будут менять. Демонстрировали образцы. После плавно подводили к цене. Навязывали услугу. И даже если у пенсионеров не было наличных, отвозили их к банкомату. В основном это старики, которые можно, ну, мягко говоря, там, на уши. Показывали удостоверение, которое особо нелегально. Такое можно обречатать в любой конторе. Менеджеров учили, как вести себя с клиентом и входить в доверие. На доске таблица, кто и на какую сумму обманул. Здесь же фамилии клиентов и бонусы менеджерам. Сколько вам тогда платили? По 6 тысяч за сделку. Сколько было этих сделок, сейчас выясняют следователи. У компании офисы в Москве, Подмосковье, Двери и Петербурге. Оперативники говорят о, как минимум, сотне пострадавших. Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержано свыше 60 человек. Впрочем, судя по найденным отчетностям, в среднем каждый менеджер заключал по договору в день. А сотрудники только этого офиса за последнюю неделю обманули десятки человек. Так что жертв коммунальной аферы может быть гораздо больше. Евгений Давыдов, Вести.